Раскачество проверило состав красной икры. Новый год 2019 Раскачество проверило состав красной икры 8 часов 16 минут знак авторского права РИА Новости, Евгений Беятов, красная икра. Знак авторского права РИА Новости, Евгений Беятов, Москва, 28 декабря, РИА Новости. Раскачество подвело итоги исследования красной икры лососевых, в банках пяти торговых марок эксперты обнаружили подмену вида рыбы, говорится в сообщении организации. В рамках исследования специалисты Раскачества изучили 29 популярных торговых марок российской икры лососевых рыб в циеновом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до 2000 рублей за упаковку. В исследование вошла икра разных видов лососевых, нерки, кижуча, горбуши, киты, отмечает организация. 20 декабря, 6 часов 54 минуты Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры. Эксперты проверяли икру по 32 показателям качества и безопасности, из которых микробиологические показатели бактерий группы кишечной палочки, кмофан М, кластридии, стафилококк, плесени и дрожжи, массовая доля сорбиновой кислоты, бензоата натрия, наличие катмия, мышьяка и ртути, красители и консервантов, массовая доля отстоят жуса, а также оценивали органолептические показатели икры, вкус, запах и цвет, кроме того, количество соли. По результатам испытаний лучшей икрой стала продукция торговых марок из Санкт-Петербурга и Сахалинской области. Во все исследованные икре эксперты не выявили плесени, сульфитредуцирующих кластридей, а также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонел. Помимо этого, не было обнаружено пестицидов и тяжелых металлов, их источником могла бы стать морская вода и донные отложения, личинок, ни следов, ни превышений по антибиотикам тетрацейклиновой группы, групп сульфаниламидов и хинолонов, а также левыми циотина, говорится в сообщении. Вчера в 8 часов 20 минут Раскачество рассказала, как выбрать лучшие ингредиенты для оливье посторонних примесей в икле ни одного бренда эксперты также не обнаружили. При этом специалисты подчеркивают, что действительно в каждой банке оказалась настоящая икра. Также все бренды отлично прошли проверку на наличие красителей, как показали испытания, никто из производителей не подкрашивал икру искусственными красителями. К органолептическим показателям вкусу, запаху, внешнему виду, консистенции и состоянию всей исследованной красной икры у экспертов не возникло никаких замечаний, добавили в Раскачестве. Что касается видовой подмены икры, результаты испытаний показали, что в большей части икры заявленный вид рыбы не отличается от фактического. Исключение составили продукты пяти торговых марок, отмечает Раскачество. При этом в продукции двух из них была заявлена горбуша, однако помимо ДНК горбуши эксперты нашли в этой икре и ДНК киты. Как известно, кета более дорогая рыба, поэтому речь здесь не идет об удешевлении продукции. Возможно, это следовые количества кеты, попавшие в банку случайно при производстве, уточнили в организации. 25 декабря, 3 часа 13 минут шеф-повара рассказали, чем заменить оливье на новогоднем столе в икре еще одного бренда, икра нерки один сорт зернистая лососевая, помимо заявленной нерки, специалисты также нашли кету, по мнению экспертов, это не похоже на нарочное удешевление продукта. А вот в икре еще двух марок подмена вида рыбы больше похожа на удешевление себестоимости продукта, более дешевая горбуша оказалась там, где были заявлены и гранерки и радужные форели, рассказали в органах АЦИ. Помимо этого, исследование икры выявило проблему роста микробиологических показателей в 10 товарах, добавили в организации. Так, несколько торговых марок не прошли испытания на группу бактерий кишечной палочки, повышенное количество микроорганизмов в Кмофан-М зафиксировано в икре шести торговых марок, золотистый стафилококк обнаружен в икре трех марок. Данные проблемы могут быть связаны с нарушениями температурного режима на всей товаропроводящей цепи или санитарным состоянием на производстве. Важно отметить, что риск покупки продукта с превышениями по данным показателям существенно возрастает, если икра хранится при температуре выше нуля градусов, отметили в раскачестве. Вчера 19 часов ровно это наше новогоднее чудо. Идеи шеф-повара для праздничного стола самое главное не объедаться. Шеф-повар кулинарной студии. Open Kitchen. Антон Калер в эфире радио спутник привел примеры полезных и вкусных блюд для праздничного стола.